Ремонт на себя. Ну, непосредственное управление. То, во что превратилось жилище 80-летнего Адольфа Владимировича Чулкова, теперь уже сложно назвать квартирой. С недавних пор в доме номер 3Б по улице Ивановская находиться, а тем более жить попросту опасно. Сидим мы с женой, тут спокойно. Хотели начать пообедать. И вдруг, как посыпалось, как эта лепнина, вся эта самая, как начала падать, вот там вот упала, там упала. Здание, в котором по несчастью проживает Адольф Владимирович, является бывшей Никольской часовней. Закладка небольшого храма произведена в далеком 1892 году по проекту архитектора Базилевского. И сегодня оно является объектом культурного наследия, что подтверждает имеющиеся документы. Сам пенсионер обжил часовню в конце 70-х. Ему ее выдал Тихоокеанский флот за заслуги в работе. В середине 2000-х между пенсионером и управляющей компанией развернулась настоящая война. Предметом спора стали пресловутые счета и квитанции. Несмотря на размеры и статус здания, управляйка начислена мужчине долги, якобы за содержанием многоквартирного дома. Впрочем, не нужно быть специалистом, чтобы увидеть. Дом больше напоминает дачу или небольшую каменную коробку, нежели МКД. Зная о статусе здания, мужчина обратился во Всероссийское общество охраны памятников за помощью. Они мне обещали. Подпиши охранное свидетельство, мы тебе поможем. Все там урегулируем. Ну, хорошо, я недолго думаю. Подписал. Недолгие раздумья впоследствии дорого обошлись Адольфу Владимировичу. Согласно бумаге, теперь он является полноценным собственником, взявшим архитектурный памятник и по совместительству аварийное жилье в так называемое непосредственное управление. Управляющая компания тут же согласилась и передала пенсионеру здание в полное распоряжение. Спустя несколько лет начала рушиться крыша и фасад, но юридически за сохранность памятника теперь ответственен сам дедушка, несмотря на возраст. Ошибка заключалась в том, что при принятии он должен был бывшего собственника обязать, передать его дом в надлежащем состоянии. В принципе, это позволяет законам об объектах культурного наследия. В пресс-службе города журналистам 8 канала рассказали, что архитектурные памятники и подобные объекты, даже если там живут люди, находятся в управлении края. Получить более подробную информацию от общества охраны памятников истории и культуры нам не удалось. Юристы отмечают, что в подобной ситуации нужно поступать обдуманно и не спешить. Как вариант, заказать экспертную оценку жилплощади у специалистов. Сделать заключение, допустим, о состоянии данного объекта, если состояние неудовлетворительное, соответственно, обратиться в суд, обязать бывшего собственника устранить допущенные нарушения. Адольф Владимирович не собирается сдаваться. Крупные суммы, начисленные управляющей компанией за содержание дома, ему не потянуть. Оплатить даже косметический ремонт фасада и внутренней части дома тоже не по карману. Край, кстати, с таким отношением может потерять интересный объект наследия. А если дома врушится и кто-нибудь пострадает, и понести уголовную ответственность? Слава богу, самому Адольфу Владимировичу еще хватает сил. Он уже связался с независимыми экспертами, собирается обращаться в профильный департамент края и суд. Чем закончится битва пенсионера за сохранение памятника архитектуры, мы продолжим следить. Евгений Черемухин, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.